Как известно, Parallel Finance представляет собой децентрализованный протокол, благодаря которому возможно кредитование, размещение ставок и заимствование в экосистеме Polkadot на выгодных для пользователя условиях. Проект уже поддержали такие крупные инвесторы, как Polychain Capital, Pantera, Alameda Research и Blockchain.com, и этот список со временем только растет. Помимо основного проекта, разработчики также работают над Heiko Finance, его аналогом на базе блокчейна Kusama. Сервис дает клиентам возможность извлекать максимум прибыли от использования их криптовалютных активов, предлагая другим пользователям кредиты, они могут рассчитывать на проценты. В то же время доход можно получать и от стейкинга, размещая средства в свободных ячейках. Уникальность Parallel Finance в том, что платформа позволяет пользователям не выбирать между этими двумя способами заработка и использовать их одновременно. Разработчики регулярно делятся прогрессом в социальных сетях. Они рассказывают о том, какие нововведения стоит ожидать в ближайшее время и анонсируют интересные мероприятия для пользователей. Наиболее активных и креативных членов сообщества обычно ждут ценные призы, внутренние токены или возможность раннего доступа к новым функциям. В зависимости от того, что в данный момент актуальнее. В начале 2022 года разработчики опубликовали новую, более подробную версию Roadmap. В начале статьи команда подробно рассказала о своих достижениях, включая привлечение порядка 10 и 75 миллионов дот в рамках краудлона. Теперь Parallel Finance можно по праву считать крупнейшей сторонней платформой вкладов в Polkadot. Разработчики поделили ссылкой на общедоступную страницу, на которой и опубликованы планы на 1, 2, 3 и 4 кварталы текущего года. Среди самых интересных целей можно выделить релиз Decentralized Crowdloan, запуск многосетевого кошелька, выпуск IMM и распределение токенов пара. В начале января разработчики рассказали об успешном завершении Parallel Crowdloan Rewards. Для первого займа пользователям было выделено 1 миллиард 250 миллионов токенов пара. Минимальное базовое вознаграждение получили все пользователи, вне зависимости от того, участвовали ли они в продажах через внутренний аукцион, Binance или Polkadot. Большее количество токенов досталось тем, кто прошел предварительную регистрацию или поучаствовал в реферальной программе. Между участниками было также распределено вознаграждение, составившее 12,5% от общей суммы. 3 марта команда сообщила, что возможность распределения и передачи вознаграждения за краудлоны пара включена и доступна пользователям. Разработчики подробно рассказали об алгоритме, которому нужно следовать, чтобы получить приобретенные токены. После успешной транзакции они станут доступными через 8-24 часа. В начале апреля разработчики рассказали о параллель хейка YieldFarm. Они поделились с пользователями своим видением такого явления, как YieldFarming – это размещение токенов с целью их приумножения за счет процентов. Пользователь не только сохранит те активы, что у него уже имелись, но и увеличит их за счет выплат сети. Команда рассказала о том, как зарабатывать при помощи параллель хейко YieldFarm и не терять доходы в связи с резким изменением цен на активы. В следующих статьях блога разработчики более подробно описали различные возможности хейко. 8 апреля в Твиттер появилась новость о том, что Polkadex планирует продлить взаимовыгодное сотрудничество с Параллель. Разработчики рассказали, что оно позволяет сделать кредитование в ДОТ для поддержки Polkadex проще и эффективнее. Параллель Файнанс предоставляет вкладчикам Polkadex Crowdloan простой и удобный интерфейс и дает возможность сохранять ликвидность ДОТ в течение 96-недельного срока аренды парачейна. При этом размер их вознаграждения увеличивается. 12 апреля состоялась совместная конференция с представителями Polkadex. За дискуссией могли наблюдать все желающие, и она сохранилась в записи для людей, которые не успели посмотреть трансляцию онлайн. В рамках беседы партнеры обсудили вопросы дальнейшего развития Параллель Файнанс и продуктивного сотрудничества. Были освещены многие вопросы, волнующие инвесторов и разработчиков, которые хотели бы интегрировать Параллель в свои децентрализованные приложения. 13 апреля участники команды разработчиков выступили на Polkadot Ecosystem Talks, представив проект как важную часть огромной экосистемы. Они также рассказали о планах на будущее, подтвердив, что в перспективе пользователей ждут нововведения, которые уже были анонсированы в дорожной карте. Разработчики рассказали о том, какую роль их парачейн играет в развитии сети Polkadot уже сегодня. В середине апреля в твиттер появилось сообщение о новых пулах, которые разработчики добавили в фарм. Теперь пользователи могут вносить ставки KSM и CrowdLong KSM вместе с обычными HKO и KSM. 18 апреля там была опубликована еще одна новость. Разработчики развернули V1 для обзорной панели аналитики. Это означает, что пользователи могут видеть общую TVL и TVL отдельных продуктов. Они также анонсировали эту функцию для неизрасходованных KSM и SKSM. 19 апреля появилась новость об обновлении интерфейса. Теперь пользователи смогут увидеть показатель здоровья их кредита, который рассчитывается как соотношение залога и суммы займа. Его рекомендуется поддерживать на уровне выше 1 во избежание возможной ликвидации. Также в этот день разработчики анонсировали викторину для китайского сообщества. 20 апреля появилась информация об акции для русскоязычных пользователей. В рамках розыгрыша совместно с Encrypted им предлагают задать вопрос, посвященный проекту и выиграть один из призов общего призового фонда размером в 500 долларов США.